Ремезевой Елене отдаем вот такие подушечки нашей подопечной. Шикарные от наших благотворителей постоянных. Она занята, пишет заявление. Светлый вечный человечек прекрасный. Вот такую продуктовую помощь будет репа-классики. Все самое хорошее. Вот еще пастилу Лешечку добавляет Алексей. Яички. Все как надо. Я вас верю, но если что мы рядом с вами. Я все равно пытаюсь. Я готова даже подъездить. Но вы понимаете, я понимаю, что у меня это все может быть физически просто физически. Если бы было там один-два дома, даже что они там, скажите, вешают, даже как-то же как-ли, я ходила. Я верю, что получится, мы тоже выложим, может быть, кто-нибудь откликнется, да? Да, я, смотри, я стола полную девушку прислала, а тогда мне прислала томат. Представляете, я обралифил это там на сайт, и она мне прислала. Говорит, хороший очень график работы, как бы все. Но видите, так как я не мобильная, мне нужно, чтобы это было недалеко, или мне нужно несколько раз свозить. А где вы находитесь? В Кошке. Мне нужно, чтобы к этому месту меня кто-то свозил один-два раза, чтобы я скажу. Да, потому что Елена рассказывает, что после смерти сына, ну, тяжеловато стало ориентироваться на фоне истории. Либо надо помочь, будет что-то, до чего нетрудно добраться. Вот так это мы делаем. Субтитры сделал DimaTorzok.